Я вот объясняю почему. Раньше было бы все просто. Я представил бы тебя как актрису, условно говоря, советскую актрису, если бы мы были в реалиях, в которых работали твои родители. А сейчас, я не знаю, тебя представить как российскую актрису я не могу. Ты как бы из Казахстана снимаешься и там, и здесь. Я в России представляю казахстанский кинематограф. Вот так я научилась это формулировать. Значит, как тебе надо представлять, как лицо казахстанского кинематографа в России? Почему лицо? Как навыки актерские казахстанского кинематографа в России. Знаешь, вот удивительная вещь, с которой столкнулся, мы же в Фейсбуке дружим, удивительная вещь, потому что я всегда считал, что существуют какие-то, условно говоря, напряженные ситуации в России между, не знаю, коренным населением и некоренным населением. Здесь я прочитал какой-то такой наезд на тебя со стороны твоих сограждан по поводу того, что в тебе узбекская кровь, твоего отца Нигматулина. И мне это вот было очень странно. Это вообще в принципе странное явление, да? Наезд по национальному признаку. Это вообще очень удивительно. Но это есть ведь? Нет, на самом деле вопросов много. То есть вопросов касательно национальности много. И я вообще не понимаю, как реагировать, когда люди начинают говорить, ну вот ты же казашка, как ты можешь сниматься в России? Ну вот ты же, твой же отец родился в Кыргызстане вообще. Ага, Нигматуллин он узбек, но родился... Он татарин, но Нигматуллин, Женя. А он не узбек. Нигматуллин. Фамилия у человека Нигматуллин. У него есть узбекские какие-то там тоже родственники, естественно. Ходили слухи, что даже какие-то карачаево-черкесские родственники там где-то пробегали. Но так как он в какой-то момент находился в детском доме, это достаточно известный факт, я об этом знаю, найти корни какие-то истинные такие факты уже просто не представляется возможным. Поэтому я космополит, я актриса, я женщина, самое главное, я мама. Вот и все, как можно меня представлять в плане национальности и так далее. А скажи, а в Казахстане существует вообще такое понятие, как национальный вопрос? Мне сложно. Я 10 лет там не нахожусь постоянно, и мне сложно ответить на этот вопрос. Я приезжаю туда достаточно часто, но скорее да. По наслышке скорее да. А в России тебе, лично тебе, Линде Нигматуллиной, приходилось сталкиваться с тем, что называется проявлением какой-то нетерпимости? Ну, наверное, да, но это было так, как ты знаешь, не критично и не так, чтобы я запомнила это на всю жизнь, оскорбилась и обиделась. Бог пережет меня, потому что, возвращаясь к квантовой физике, твое пространство начинается с тебя. То есть ты вот свой мирок, вот этот мир ты можешь увести в любую страну мира, где бы ты ни находился. И вот жить по этим же алгоритмам, старым своим парадигмам, те, которые ты уже для себя осуществил, вот этот мой алгоритм движения. И он будет с тобой таскаться по всему миру, и тебя не будут касаться какие-то страшные штуки. Я полностью в этом уверена, и вот она я, этому пример. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва24. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва24. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва24.